МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрыв на газопроводе недалеко от поселка Иське в Старожиловском районе устранили последствия этого чрезвычайного происшествия. Рязанские наркополицейские изъяли более полуцентнера различных наркотиков за полгода. Подведены итоги операции МАК-2014. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем программу с известия о серьезном ЧП, которое случилось в пятницу в Старожиловском районе. Там недалеко от поселка Иське взорвался газопровод. Подробности о техногенной аварии далее. Подача газа сразу же была прекращена. Через полчаса горение прекратилось. Площадь прорыва составила порядка 15 квадратных метров. На ликвидацию огня выехали 5 расчетов и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Средняя Азия-центр является одной из важнейших газотранспортных магистралей в системе газовых сетей России. Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Этот объект является главным транспортным путем среднеазиатского газа в Россию и далее в страны СНГ и Евросоюза. Так что этот инцидент может опечалить Туркменистан и поколебить его веру в целесообразность транзита газа через Россию. Ведь подобное ЧП на территории нашего региона далеко не нонсенс. В 2011 году, 2 ноября, на газопроводе Средняя Азия-центр, недалеко от поселка Истья, также произошел разрыв газопровода. Ну а теперь к новостям более приятным. 10 ноября – день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Исторически в этот день, в далеком теперь 1917 году, было принято одно из первых постановлений новой советской власти о создании рабочей милиции. Впрочем, официально праздник начал отмечаться только в 80-е годы 20 века. Обычно в этот день проходил большой торжественный концерт, а работники силового ведомства принимали поздравления от руководителей государства. После распада Советского Союза, советская милиция поменяла название и стала российской. А в 2011 году, после масштабной реформы, Министерство внутренних дел стало называться российской полицией. Называть, конечно, профессиональный праздник правоохранителей можно по-разному, но его сути это не меняет. Он был и остается посвященным тем людям, которые ежедневно борются с криминалом, терроризмом, экстремизмом и охраняют общественный правопорядок. Нынешнее празднование Дня сотрудника органов внутренних дел стало приятной датой и для начальника рязанской полиции Николая Пилюгина. Накануне в пятницу приказом президента России полковник Николай Николаевич Пилюгин получил звание генерал-майора. Напомним, что он возглавил рязанскую полицию осенью 2012 года. До этого работал в уголовном розыске. В 2001 году стал начальником РОВД Московского района. До назначения на должность главы рязанского управления полиции Пилюгин был заместителем начальника ОМВД по Костромской области. А сегодня в понедельник уже в генеральском звании Николай Пилюгин наградил лучших сотрудников управления на торжественном собрании. Поздравить рязанских полицейских на торжественное собрание в Главном управлении полиции пришли руководители областных и городских органов власти. Перед началом мероприятия участники почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников. Ведь только в нынешнем году отдали свою жизнь, выполняя долг и защищая правопорядок, 135 правоохранителей по всей стране. Этой темой коснулся и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в телеграмме, обращенной к личному составу рязанской полиции. Одной из главнейших задач, по мнению министра МВД, несмотря на все трудности службы, является повышение доверия общества к работникам правоохранительной системы. Сейчас МВД России – это современная, технически осващенная и динамичная система, которая не уступает опомоги параметров и превосходит полиции других стран. Безусловно, главный вклад в позитивные перемены вносят ее сотрудники – рядовые и офицеры, участковые и оперативники, патрульные, дорожные инспектора, следователи и многие другие. Личный состав министерства достойно выполняет поставленные перед нами задачи. Служит России и закону. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев также пожелал работать для защиты интересов простых людей. По его мнению, необходимо сохранять и кадровую преемственность в полиции. Полиция и ОВД по Рязанской области, в целом Министерство внутренних дел, в целом сама система стала гораздо мощнее, стала работать более качественно, стала более доступна людям, и авторитет в обществе повысился. Это говорят многочисленные социологические опросы о том, что авторитет Министерства внутренних дел, сотрудников полиции, он повысился. И мы на правильном пути. Надо продолжать просто это делать, продолжать работать так, как мы работаем, применять новые методы и новые формы взаимодействия с населением, потому что без опоры на общество крайне сложно решить те задачи, которые мы решаем. А задачи тоже очень непростые, они очень сложные. Далее по традиции подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего молодого сотрудника. Этого звания по решению ветеранов органов внутренних дел удостаиваются молодые представители основных полицейских подразделений, уголовного розыска, патрульно-постовой службы, ДПС, вневедомственные охраны. Николай Пилюгин и Олег Ковалев наградили сотрудников за отличные служебные показатели. Так уж получилось, что знаменательная дата, день сотрудников органов внутренних дел, пришлась на выходные. Потому еще в пятницу в Рязанской филармонии прошел праздничный концерт в честь рязанских стражей порядка. Поздравляли служители закон не только артисты и музыканты, но и маленькие дети. Возможно, также будущий стражей порядка, потому что у многих из них родители полицейские. Мой папа полицейский, он честен, прав всегда. Он вмиг придет на помощь, задержит он преступника. Мой папа полицейский, я буду им гордиться всегда, всегда, всегда. Несмотря на праздничное настроение, стражи порядка не забывают и о своих должностных обязанностях. Рязанские наркополицейские подвели итоги операции МАК-2014. За время его проведения оперативники госнаркоконтроля изъяли более 50 килограммов разных видов дурмана. В региональном управлении госнаркоконтроля подвели итоги комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2014, которая проводилась в период с мая по ноябрь. За время проведения акции было произведено 69 крупных изъятий. Из незаконного оборота выведено более 50 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. 30 октября отмечен последний случай изъятия наркотиков в крупном размере. Сотрудниками Скопинского межрайонного отдела были задержаны двое молодых людей 20 и 16 лет. Юные злоумышленники прибыли из Скопина в Милославский район с целью приобретения наркотиков. Почти 2,5 килограмма марихуаны было изъято наркополицейскими у преступников при личном досмотре. Всего же за время проведения операции МАК было выявлено 304 наркопреступления. 225 человек стали фигурантами уголовных дел. Составлено 182 административных протокола в сфере незаконного оборота наркотиков. И еще одна невеселая информация поступила от регионального следственного комитета. Сейчас расследуется убийство, произошедшее в Старожиловском районе. Как теперь выяснили следователи, еще в середине сентября обгоревший труп мужчин удалось обнаружить лишь спустя месяц в лесополосе от деревни Епихина. Благодаря грамотно спланированным и своевременно проведенным следственным действиям, а также проведенным сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскные мероприятия, по горячим следам была установлена личность погибшего. 40-летнего жителя рабочего поселка Старожилова. Также по горячим следам были установлены подозреваемые в совершении его убийства. Ими оказались жена погибшего, ее несовершеннолетний сын и их знакомый житель города Рязани, 1992 года рождения. По данным следствия, женщина хотела избавиться от супруга, поскольку он, с ее слов, злоупотреблял спиртным, но развод не входил в ее планы. Вечером 11 сентября, когда мужчина пришел с работы, молодой человек нанес ему несколько ударов, битый по голове. Затем погибшего в багажнике автомашины вывезли в лесопосадку и подожгли. Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление роли каждого из подозреваемых в совершении данного преступления. По ходатайству следователя суду в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ну а теперь перейдем к другим, более жизнеутверждающим темам, а именно о погоде на предстоящую неделю. Октябрь удивил жителей нашего региона снегом и морозом, а вот ноябрь, в отличие от своего предшественника, радует аномальным теплом и дождями, столь необходимыми земле. В минувшее воскресенье среднесуточная температура была на 4,6 градусов выше своей климатической нормы. Насладиться теплом мешали лишь дожди. На предстоящей неделе характер погоды изменится. Во вторник, 11 ноября, на окраине антициклона небольшие дожди пройдут лишь местами. В ночные часы, несмотря на ветер с юго-востока, за счет прояснений температура понизится до плюс 2-4. Днем температура по-прежнему будет придерживаться 6-8 градусов тепла, что соответствует середине октября. В среду и четверг с приближением атмосферного фронта северо-запада облаков станет больше. Местами снова пройдут небольшие дожди. Температура ночью останется положительной, днем не выше 4-6 градусов. По влажным воздухе местами возможны туманы, из-за которых видимость может ухудшиться до 300-500 метров. В пятницу, 14 ноября, наступление холода продолжится. Температура понизится еще на 2-3 градуса. Местами пройдут небольшие осадки, но уже не только в виде дождя, но и мокрого снега. В выходные дни станет еще на 2-3 градуса холоднее. С опозданием почти на 5 дней может состояться переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. Все это говорит о приближении метеорологической зимы. Прогнозы погоды, как говорят многие дела, не очень благодарны и точностью зачастую не отличаются. А вот прогнозировать свою пенсию работники пенсионного фонда советуют заранее. Они сообщают о тех изменениях в популярной программе государственного софинансирования пенсий. Теперь вступить в нее и внести деньги можно до 31 января следующего года. Программа государственного софинансирования пенсий должна была завершиться 1 октября 2013 года. Однако было принято решение о ее продлении до 31 декабря этого года. Каждый желающий гражданин России может перечислять на свой пенсионный счет от 2000 рублей. Сегодня все желающие, кто хочет участвовать в накоплении своей будущей пенсии за счет добровольных своих отчислений, могут вступить в эту программу до 31 декабря этого года, 2014-го, сделать платеж не менее 2000 рублей. И тогда в течение 10 лет он может дальше продолжать платить страховой взнос, и государство будет эту сумму удваивать. Хочу подчеркнуть, что именно платеж должен быть сделать до 30 января 2015 года. С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы лишь тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право участвовать в программе. Однако софинансироваться эти взносы не будут. По нашей области вступило в эту программу почти 34 тысячи жителей Рязанской области. Хочу подчеркнуть, что из этих 30 тысяч более 22 тысяч – это пенсионеры. То есть, конечно, программа государственной финансированной накопительной части пенсии, она больше направлена была именно на работающее население. Но, к сожалению, работочное население вот такой большой активности не приявило по вступлению в эту программу в части накопления своей будущей пенсии за счет собственных доходов или определенного удержания заработка. При условии, что государство тоже давало гарантии о том, что поступившие страховые взносы в виде добровольных платежей от граждан будут удваиваться, если гражданин в течение года заплатит не менее двух тысяч рублей. Но государство удвоит не более чем на 12 тысяч рублей, хотя гражданин мог и перечислить и большую сумму. В нашем регионе программа софинансирования за время своего существования особой популярностью у граждан не пользовалась. И ее продление на пару месяцев вряд ли вызовет большой ажиотаж среди населения. Мало кто понимает, что софинансирование – это одна из возможностей увеличить размер своей будущей пенсии. Это был последний видеоматериал нашего выпуска. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал известный рязанский шахматист, один из сильнейших мировых гроссмейстеров Дмитрий Андрейкин. Недавно он вернулся домой после престижного турнира из серии Гран-при Фиде, проходившем в Ташкенте. А на сегодня это все, и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова